А что для тебя бояться жить? Ну, теперь я не знаю, что. Ну, какие-то представления про то, что надо делать. Ну, полезно, что делать для себя что-то. Я не знаю, они просто сидят и смотрят в экран. Женя, твое тело пришло с тетрадью, в которой написано, что тебе нужно делать. Как же пришло, если его потом написали? Как пришел пустой? Женя, я тебя спросил. Твое тело пришло с инструкцией? Нет. Нет? Так с чего ты решил, что ты делал ошибки? Того, что у меня до сих пор стано болит. С чего ты взял, что это ошибки? Ты пришел сюда, родился, тело родилось, сознание попало в это тело. Как будто бы полный ноль. Да? И на ноль начала накладываться жизнь. Ты откуда знаешь, как правильно здесь жить? Здесь нету правильного. Здесь только есть жить. Здесь нету неправильного. Здесь только есть жизнь. Убери эти все правильные и неправильные. Живи. Просто мне не стало интересно, ты говоришь, я бы не полный взгляд на это, и я просто бы не стало интересно, а я, кстати, не полный взгляд на то, что со мной случилось. Ну, это полное смотрение на весь мир, что нету правильного и неправильного. Ты же не знаешь, как здесь надо жить. Откуда ты мог узнать, как нужно здесь жить и не делать ошибки? Это же знающие только могут тебе сказать, что здесь нужно жить вот так. Но знающие ничего не знают. Знаю, но ты кажешь, что нет ошибок, но иногда сложно. Ну, как ты можешь узнать ошибку, если ты первый раз живешь, каждую секунду? Вот эта твоя секунда, вот сейчас, в которой ты живешь, это новая для тебя, как ты ее знаешь, как надо прожить? Разве это не глупости? Получаются глупости. Глупости. Значит, ты не знаешь, как я нужно жить? Потому что она новая, абсолютно полная новая секунда. Ту, которую ты прожил, она уже не такая, как которую ты сейчас живешь. Будущее, которое будет, она не повторится. То все на месте получается. Ты живешь правильную жизнь? Не получается. А если люди говорят, что это неправильно или как надо правильно, разреши им свою жизнь проживать, а ты проживай свою. Ну, как я чувствую, что просто хочется больше понимать, чем действовать, и это мне не мешает. Не, не так? Как ты это видишь? Ну, ты узнал о каких-то зданиях, да, например, как правильно и как неправильно. И эти хочешь знания сопоставить к себе и жить этими знаниями. Вот это твое желание. Ну, кто тебе сказал, что эти люди правильно жили, которые тебе говорят, что так правильно? И это без вице достижение чего-то тоже? Ну да, ты же видел, чего человек достиг, и ты хочешь достичь этого же. Ну да. Это такая, как зависть, слово зависть. Хочу тоже. Ну что, надо от всего отказываться? Надо просто жить. Проживать то, что дает жизнь. Не, ну ты кажешь, что никто ничего не достигнет, ну, можно попробовать, как бы не то, что, ну, как ты кажешь, не привязываться, а просто попробовать что-то сделать, вдруг получится и будет трохи, ну, трохи лучше. Женя, все что угодно. Ты видел, что жизнь тебе не запрещала игру даже играть. Не запрещала тебе спину испортить. Все в твоих руках. Но не думай, что ты чего-то достигнешь. Как тело, ты ничего здесь не достигнешь, ты ничего не поимеешь здесь. Не, ну я просто поменять же можешь жить свою якось за счет действий своих. Вот восприятие можешь поменять, но не жизнь. Ну, материальные вещи можешь поменять, как с твоим телом. Да меняй как хочешь, Женя. Ну и восприятие разум с ним. Ты думаешь, что деньги тебе дадут, что-то свободу дадут или что? Деньги дают только ограничения твоими, это безопасность, это переживание, это такая нездоровая фигня. Потому что у кого деньги есть, они не спят спокойно. Почему у них столько охраны? Для чего? Чтобы их не убили. Разве это свобода? Чего они достигли? Достигли того, чтобы охранников нанимать или чтобы не спать ночами? Не, ну я не хочу в районе таки багатым-багатым стать. Просто как бы... Это сейчас. Желание на этом не заканчивается. Просто я не понимаю, как совмещать. Тебе не надо понимать, Женя. Тебе надо жить. Но не нужно тебе ничего понимать. Чего я так хочу понять? Вот оно все будет приходить, и ты будешь понимать, и будешь дальше жить. Ты с этим пониманием не будешь дальше жить, а потому что ты будешь новое хотеть понимать. И на этом у тебя не закончится. О, я понял что, и все, я остановился. Нет. Этого не будет. В гробу только ты уже. То есть оно только забирая, это желание понимать, только мешает жить, да? Почему мешает? Это движение. А интерес, какие спрос по выходу тяг? Ну, жизнь движется. Жизнь. Вот у нас внутри кровь, да? Он течет по сосудам. Эта кровь уже была везде. Но она не останавливается, что она уже там была. И она опять хочет пойти туда. У нее нет знания, что она там была. Это наш ум сейчас. Вот мой ум сказал, что кровь уже там была. У крови нет понятия, что она там была. А твое понимание, вот это тебе и беспокоит. Что ты если одно что-то понял, тебе следующее хочется понять. Так а в чем беспокойство мое? Ну, как я чувствую, что просто хочется больше понимать, чем действовать. И, как бы, это мне не мешает. Мне не так? Как ты это бачишь? Ну, ты узнал о каких-то зданиях, да, например, как правильно и как неправильно. Ты эти хочешь знания сопоставить к себе и жить этими знаниями. Вот это твое желание. Ну, кто тебе сказал, что эти люди правильно жили, которые тебе говорят, что так правильно? И это без вице достижение чего-то тоже? Ну да, ты же видел, чего человек достиг и ты хочешь достичь этого же. Ну да. Это такая как зависть, слово зависть. Хочу тоже. Ну что, надо от всего отказываться? Человек. Надо просто жить. Проживать то, что дает жизнь. И не умничать, не говорить, что я знаю, как надо жить, вот у меня сколиоз, потому что я играл в игру. Я уже не буду играть в игру. И ты уже от нее не играешь. Ты отказался от игры или это самостоятельно как-то произошло? Вот оно происходило, 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 потом ты ушел от игры? Не, я пробовал отказываться, но это было не помогало. А воно просто интерес пропадал и все. Да, все пропало, да. Самостоятельно это происходит. Так же, как и твое дыхание, самостоятельно происходит. Смешно получается. То, что я вообще ничего не делаю. Что ты? Что я ничего не делаю, получается. Что я издряю поражаю, это все. Ну, ты как деятель точно ничего не делаешь. А кто делал я? Жизнь. А я жизнь получаю. Ты же жизнь тоже. Ты же сейчас как деятель. Все воспринимаешь. Як отдельность? Як отдельность, да. Ну, можно быть як деятель, як жизнь. Это по-другому, типа, да? Нет. Когда нет деятеля, только жизнь. Ну, ладно. Зачем спешить? Мы же конкретно скажем. Вот тучи появляются, потом тучи исчезают. Кто это делает? Да, просто на движение и все. Я как-то так и понял сейчас. В принципе, вроде просто все. Да, вот ты точно такое же движение, как и тучи. Только ты это себе присвоил, ты говоришь, что это я делаю. Я не говорю. Ну, я обращалась недавно, думал. У меня с колес, у кого у тебя с колес? Ну, знаешь, такое разочарование получается для деятеля. Конечно. Ничего не достиг? Денег нету? А в чем наслаждение это, если на деятеля? Что-что? Какое наслаждение? Ну, это ладно. Это тоже какая-то жадность. Эго. Типа, я деятеля. С нами что-то получилось. Ну, это так просто звучит, что ничего понимать на самом деле. Хочется что-то понять. Ну, движение. Все. Ну, движение. Thank you.